Как правило, приток покупателей в аптеке начинается в сезон гриппа. Люди берут средства от кашля, от насморка, противовирусные и витамины. Такая корзина обходится в среднем 800 рублей. Это на 15% дороже, чем в прошлом году. Ценники поменяли во всех аптеках, что объяснимо. Половина лекарств импортные. Однако после Нового года наблюдался интересный феномен. Резко взлетела стоимость ранее дешевых отечественных препаратов. Я пенсионер. Уже не хватает денег даже, чтобы полноценно лечиться. Предельно высокие цены, предельно во всех аптеках и дорожает каждый завоз. Цены подняли, дальше уже некуда. Что на хлеб, что на лекарства, что на все прочее. Медицинские препараты на российском рынке делятся на несколько групп. Льготные отпускаются бесплатно, либо с большой скидкой в специальных государственных аптечных киосках. Жизненно необходимые. Список из 4000 наименований, где надбавка строго регулируется законом. Препараты, поставляемые в больницы и поликлиники, их цены тоже под контролем. И, наконец, лекарства в свободной продаже. Вот их ценники свободны, как и они сами. И именно их цена вызывает недовольство лекчан. Закупочные цены у дистрибьюторов увеличились. По каким причинам, наверное, им больше известно. Мы приняли ряд мер по государственным аптекам, чтобы у нас цены были не запредельны, будут так говорить. Мы своим приказом ограничили оценку и на нежизненно важные препараты. Как формируется цена на лекарства, понять нетрудно. Производитель, поставщик, розница. У каждого своя надбавка. Средняя разница между началом и концом цепочки 15-20%. В условиях сложной экономической ситуации далеко не все готовы жертвовать прибылью, как аптеки, сети, липецк, фармацея. Но заигрывания с ценами, как правило, заканчиваются плохо. Мы когда с прокуратурой проконтролировали 25 аптек, и сразу скажу, что единственная аптека, которая нарушила ценообразование на одну копейку, и мы в конечном итоге ее привлекли к ответственности на 50 тысяч рублей. От слов о необходимости более жесткого регулирования цен на лекарства, власти перешли к делу. Так Владимир Путин поставил задачу по созданию в регионах сети муниципальных и государственных аптек, имеющих больше полномочий и социально ориентированных. На поверку новое оказалось забытым старым. На сегодня в нашем регионе работает 131 государственная аптека, липецк, фармацея. 49 из них находятся в Липецке и Ельце, а 82 в селах и райцентрах. Лекарственную помощь жители получают и через 309 фельдшерско-акушерских пунктов, имеющих лицензию на фармацевтические услуги. Липецкая область – это единственный регион, где такая широкая сеть липецк фармации. И благодаря этому как раз и удержание цен для нас – это не будет такой огромной задачей, невыполнимой задачей, в отличие от других субъектов. Реформировать фармацевтический рынок начали, но далеко не в каждом регионе смогли сохранить государственные аптеки. Там их будут создавать заново, а у нас они уже есть. Главное, чтобы покупатель почувствовал, что в закупку лекарств включился бюджет. Елена Логинова, Алексей Великанов, Липецкое время.